Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Продолжаются евротуры, продолжаются участия наших команд в евросезоне 2018-2019 годов. Естественно, чемпионат России набирает свой ход, ну и уже совсем скоро наша сборная команда России встретится в двух товарищеских матчах. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Иваном Аркелом и Евгением Ворониным. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! И давайте узнаем, какие результаты добились наши клубы. Итак, «Зенит» у себя дома в Петербурге одолел норвежский «Мельде» со счетом 3-1. Ну и «Глазго Рейнджерс» также на своем поле победил нашу российскую команду «Уфа» со счетом 1-0. Итак, друзья мои, давайте поговорим в начале нашей программы об этом. Сергей, шансы «Зенита» понятны, они, наверное, выше, чем у «Уфы». Да, вот. Что сейчас может ждать «Зенит» в ответной встрече? Дома. А, подожди, в «Норвегии» там играют, в «Норвегии». Не, ну что вы, я думаю, что нет, все-таки «Мельде» тоже клуб такой, не из последних, можно сказать, в Европе. Я думаю, что он «Бойте» даст, конечно, и тем более и тренер у них известный. Футболист, по крайней мере. Да, по крайней мере. Тренер, да, как тренер там, не знаю, каких успехов достиг, там, в «Норвегии» может достиг, а вот как футболист был хороший. Я думаю, нет, борьба будет еще впереди, не надо так это думать, что «Зенит» пройдет спокойно, «Мельде». Поэтому я думаю, что там еще 50 на 50. Понятно. Вань, скажи, пожалуйста, Сергей говорит, что 50 на 50. Я, честно скажу, верю, что «Зенит», потому что который набрал потрясающий ход, что в чемпионате, что сейчас в играх, была небольшая осечка в игре с «Динамо-Минск», да, на выезде 4-0. Но потом эту погрешность исправили. Сейчас есть команды уровня того же «Зенита», которые смогли бы остановить эту команду? «Мельме» к этой команде и относится? Здесь или где, ты спрашиваешь? Нет, на этом этапе, да. На этом этапе, да, нет. Наверное, если, опять же, «Мельда» первым забьет, то мы еще увидим 4 мяча в их ворота. Я думаю, а то и 3, потому что последние вот эти из «Динамо-Минском» и, по-моему, я не вспомню еще с кем-то, они опять же «Зенит» первым пропустил. По-моему, опять же, несколько раз забил. Все к тому, что приходит, ну, как говорил, по-моему, Дзюб, он в интервью сказал, что им нужно допустить либо какую-то ошибку, либо пропустить. И дальше они разозлятся, и вот что-то у них вот такое есть. Ну, «Зенит» тоже, они же первыми пропустили. Да, они первыми пропустили. Но, мне кажется, все равно «Зенит», конечно, пройдет, но мне, на самом деле, очень понравилось по этой игре. Вот все писали о нем. Молодой Дзюб, который играет за Мельда как раз, он сейчас, по-моему, его подписал РБ Зальцбург, австрийский, который «Рэдбулл». Очень хороший техничный игрок тоже вот. Как ты видишь? А я честно забыл, но вот у них, он единственный нападающий, он тоже там по 2 метра ростом, но техничный как раз так же и может и открыться в зону. Поэтому тут, конечно, тоже, может быть, «Зенит» немножко, надеюсь, он немножко «Зенит» так поднапряжет, но все-таки, наверное, «Зенит» пройдет. Ну, я лично тоже думаю, Жень, тебе вопрос. Действительно, Дзюба сейчас показывает потрясающе, на мой взгляд, футбол. Он как начал в сборной команде России, да, первый матч отсидел на скамеечке, на втором вышел и уже больше, да, не уходил. И сейчас уже пять торов чемпионата прошло, две игры, три игры в Лиге Европы. Надолго хватит Дзюба? Я думаю, что он игрок профессиональный, я думаю, что надолго его хватить должно все-таки. Не мальчик уже, знаешь, что, чего и как. Я рад, что «Зенит» так сыграл, 3-1, потому что у нас опыт армейский не очень хороший с Мердой. Поэтому, да, действительно, может быть, надо было пропустить, чтобы сыграть 3-1. Я думаю, что в этом двухравнодом противостоянии «Зенит» сильнее нам был, конечно. Да, еще если помним, да, у нас соведущий, коллега наш Кирилл, говорил о том, что, ну вот, не удастся Симаку расквитаться за ЦСКА, в его Игротскую, да, когда Мельдой только забил первый мяч, но, как мы видим, действительно, «Зенит» собрался и назабивал. Уважаемые друзья, телефоны вы видите на своих экранах, присоединяйтесь к разговору, звоните, интересно будет узнать и ваше мнение. Давайте поговорим о «Глазгарейнджерс Уфа». Жень, такая интересная деталь. «Глазгарейнджерс» и «Мельдой» возглавляют молодые тренеры. Как футболисты они были просто, ну, не знаю, каким эпитетом можно было бы их назвать. Да, это Стивен Джерард возглавляет «Глазгарейнджерс» и Оле Гуннер Скиайер, да, возглавляет норвежский «Мельдэ». Молодость, да, и Уфа, и возглавляет совершенно молодой тренер. И «Зенит» возглавляет тоже абсолютно молодой тренер, который первый год самостоятельный, как и все остальные. Да, то есть у всех четырех команд тренеры, главные тренеры первый год возглавляют свои команды. Вот у кого хватит, как говорится, больше силеночек? Да нет, я думаю, что все-таки, ну, «Зенит» даже в этих четырех, да, вот если брать четыре команды, «Зенит», «Мельдэ», «Рэнджерс Уфа», естественно, он выглядит намного солиднее. Я думаю, что если так дальше будет у «Зенита», как он сейчас играет, и будет только набирать, 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 то может и Лигу Европы взять. Хорошо, теперь «Рэнджерс Уфа», 1-0. Счет вроде бы казался бы, да, ну, абсолютно приемлемый для, да, гостевого выезда. Но мы же прекрасно понимаем, что «Рэнджерс», по крайней мере, я так думаю, просто на голову выше Уфы. Или я ошибаюсь? Нет, нет, было видно, что Уфа намного слабее. Такое будет преимущество, они будут играть в Уфе, они будут играть на искусственном поле, да. На искусственном поле, это раз. И второе, давайте вспомним, как Уфа проходила, она уже третий, считай, у нее, да, раунд. Да, третий раунд. Да, она все два раунда прошла, там, на последних секундах забивала практически, вырывала победы и проходила дальше. Поэтому я не сбрасываю Уфу со счетов, а по поводу тренеров, ты молодец, правильно сказал. Давайте вспомним, какие тренеры сейчас даже у нас в премьер-лиге, да, у нас из старожилов остались только Бердыев, наверное, Семин, да, кто уже под 70-70 лет, да, второму. Не знаю, Карпина можно считать? Нет, ладно, Карпина еще из плеяды тех, кто сейчас, Оленичев, Карпин, Тихонов, Терек тренирует этот тоже, Ледяхов, да, здесь Хохлов у Динамо, то есть, Гончаренко молодой тренер, целая плеяда тренеров пришла, очень интересно. До 50 лет даже вот так вот. Да, 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 получается только два, вот, практически, такие старожилы, да, Бердыев и Семин. Ну, Бердыев и Семин за 70, а Бердыеву 67, вот было, да, тоже интересно. Ну, конечно, происходит смена поколений, как в ЦСКА. О, смена поколений, да, в том числе и тренерского состава. Да, да, интересно смотреть будет. Да, согласен. Ну, что ж, конечно, Уфе хочется пожелать, может, какого-то спортивного везения, да, может быть, побольше азарта, что ли, наглости какой-то спортивной, потому что по-другому обыграть Глазго Рейнджерс навряд ли получится. Как говорится, удачи и ждем побед, потому что еврокопилочку надо пополнять, иначе, да, мы скатимся чуть ниже, чуть ниже у кого у нас там, Португалия. Итак, переходим к матчам чемпионата России. Состоялся пятый тур, у нас есть явный лидер, я бы даже сказал, явная лидерская такая двойка, что ли. Есть команды, которые уже достаточно много потеряли очков, но и есть команды, которые не успели еще раскрыться. Находится в центре, скажем так, турнирной таблицы, это тот же Локомотив и Динамо, и ЦСКА с Рубином. Поэтому уверен, что этот чемпионат будет достаточно интересным по своему развитию и накалу. Ну а пока давайте вспомним, какие матчи с каким результатом закончились в пятом туре. Итак, Енисей, Крылья Советов, первая победа Енисея в премьер-лиге. Локомотив Анжи 2-1, Уфа Зенит 0-2, кстати говоря, встретились два, кто играет у нас в Лиге Европы. Оренбург Краснодар 1-1, Спартак победил в центральном матче тур Динамо-Москва, Рубин ЦСКА 1-1, Урал обыграл Ахмат 2-1, ну и Арсенал проиграл на своем поле команде Ростов. Давайте обсудим, наверное, центральный матч Тура, Спартак-Динамо. Иван, понятно, что радость твоя, как болельщика Спартака, имеет на то основание. Были какие-то тревожные сомнения по этому матчу до начала, во время матча и... После. После уже понятно, во втором тайме. Да и не было, в принципе, на самом деле игра-то была по факту, она была ровная. Потому что пенальти, он возник просто из ниоткуда, просто по глупости защитника Динамо. Так было бы, может быть, 1-1, хотя, опять же, гол пропущен на последних минутах тоже. Опять же, это молодость вратаря, можно было, вот обсуждали, только можно было просто сделать еще два шага назад, поставить кулак и не ловить. Он попытался его поймать и пропустил. Конечно, обидно за то, что смотришь уже, смотрю уже, какой матч, и вся игра опять идет через промесы. Но вот в этом матче тоже было, специально сегодня перед программой еще раз пересматривал, не открывает ему зону. Ему постоянно приходится идти в обыгрыш, ну, один это минимум, а 2-3 человека, и он застревает, конечно. В обороне не хватает вот какого-то, чтобы помогали остальные, Залуи, Шмельгареха, растягивали оборону. Все остальное, ну, честно, вроде неплохо, но могло быть быть лучше. Сергей, Динамо, мы помним, в прошлом году не пустила Спартака в Лигу чемпионов, этот момент мы очень долго обсуждали, и вне эфира, я думаю, армейские болельщики... Выражали благодарность множество. Выражали, да, множественные благодарности. Именно такой благодарности, не ощутил на себе. Нет, ну, Олег, ну, мы в прошлом году действительно против Спартака вообще замечательно сыграли. Вспомним матч в Химках, где 2-0 проигрывали за 20 минут до конца и сравняли счет. И матч на открытии арене Динамо выиграли, тоже 1-0, и тем самым действительно ЦСКА напрямую вошли в Лигу чемпионов, а Спартаку пришлось играть в переходных играх, и, как выяснилось, Спартак не прошел, но прошел зато в Лигу Европу. Но мне, я хочу немножко от Спартака начать, потому что мне понравилось что? Мне понравился воротарь Максменко, несмотря на правоопущенный гол, действительно хороший перспективный воротарь. Здесь просто опыта не хватило. Вспомним матч, я его до передачи вам рассказывал, матч Динамо-Арсенал-Тула, там одинаковая совершенно точка была, также Рыков бьет, но там воротарь 30-летний, ровесник Шунина, он знал, как себя вести, он просто выставил кулак, подпрыгнул и кулаком через перекладину мяч прилетел. Здесь почему-то он ладошками начал ловить, но тут опыта просто не хватило. А так он стоял, он много спасал, действительно, от Панченко удара, от Маркова удар спас, и, ну, до этого, Динамо тоже атаковал, не сказать, что там действительно... Не были мальчиками Лебедя. Да, второй тайм, да, второй тайм нормально, я даже знал, когда вот счет был 2-0, там Женя мне написал, что... Нет, ну я тебе подкалывал, это не скрывает. Молодец, молодец, нет, ну там, я говорю, потому что Хохлов, я знал, что Хохлов и поговорит, и Динамо вторые таймы лучше проводит всегда, и думаю, ну что-то могут сделать. Ну вот когда 2-1, у меня надежда, конечно, появилась, но вот... Времени не хватило. У Спартака, да, я начал с Спартака, еще что понравилось, я на всех передачах говорил, что про крайних защитников, и посмотрите, сейчас карьеру убрал... Камбарова и Ещенко поставил молодой, как, Рассказов, да, Фамилька как-то? Да, Рассказов и Мельгареха, да. В центре, опять же, вот этот француз у вас играет, Джики, да, в принципе, более-менее у Спартака стала нормальная оборона, и Динамо действительно трудности испытывала, потому что центр обороны, ну, прекрасно выглядел, в отличие от Динамо, в этом матче просто, ну, не пошло, да, вот у Шунича, спалочные ошибки, два центральных защитника, тоже ТТХ и СОУ допускали массу ошибок, массу брака, как ни своей тарелки, я не знаю... А Черных? Черных, ну, Черных потерялся просто почему-то, да, вот удивительно, да, он не первый матч, кстати, я за ним наблюдаю, что у него бывают отрезки, вот какой-то 10 минут выдаст, и все, опять где-то в тень ушел, вот у Рауша иногда бывают такие же тоже, он побегал-побегал, раз куда-то ушел, вот, поэтому Спартак мне понравился, хочу успокоить болельщиков, хороший вратарь, не надо его, пускай, дальше стоит, в принципе, перспективы большие, тем более молодой парень, вот, ну, а Динамо, ну, Динамо бывает такое, я вот вчера смотрел матч, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, смотрел, там после 2-0, да, Манчестер вообще растерялся, он не знал, что делать, то есть он попал, как бы, говорят, в боксе Грог, Грог, в состоянии Гроги, да, он не пас не мог отдать, не выйти из своей зоны, то есть, понимаешь, и вот этот отрезок, вот, действительно, Спартак воспользовался, он забил второй мяч, хотя тоже, Хохлов, мы разбирали, он знал, что Спартак забивается стандартом, практически, два подряд их было, да, все голы, Спартак забивал стандартом, первый отбили, а второй уже забили, да, и получается, в такой же, прям, буквально, там, проходят несколько минут, подают угловой, и опять теряют игрока, то есть, два центральных защитника, Тетеха, Соуку, убегают от игрока, кто там забивал-то у вас, Мельгареха, да, Мельгареха спокойно забивает мяч, то есть, ну, ошибки глупые, да, то есть, я бы сам виноват, я согласен, да, но если бы не было бы ошибок, ошибок, ну, какой интерес, да, смотреть все матчи 0-0, конечно, конечно, зато есть интерес к нашей программе, у наших телезрителей, которые уже начинают до нас дозваниваться, добрый вечер. Добрый вечер, друзья, это Кирилл Владимирович, спокойно. Ты смотришь прямую трансляцию? Да, 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 прямую трансляцию. Не был уверен, что сегодня успею, главную передачу, поэтому, к сожалению, сегодня меня нету. Хочу сказать про Динамо Спартак, про нашего молодого вратаря, все-таки мое мнение, что такие пропущенные мячи могут человек ломать, и мне все-таки кажется, что основным вратарем в этом сезоне должен был быть ребро, вставка должна была делаться на него в какой-то степени. То есть, психологический удар, безусловно талантливый Максименко получил колоссальный пропущий в такой гол. И далее, как вкладывался матч, когда Спартак ведет 2-0, это же катастрофа, и все время очень тревожно. Согласен, очень опасно, и сразу начинают дорожать колени. После этого гола мы имели несколько таких, ну, до конца матча имели несколько тревожных минут, но удалось удержать победу. Я передаю, что смотрю сейчас, вот как раз вот включил телевизор, я согласен Сергеем, что оборона наша стала действовать более, как-то, собрана. И пропущенный гол явился такой, ну, следствием чудо удара и молодости вратаря, да. А, собственно, оборона мало чего позволяла Динамо делать. Ну, а то, что Мельгарех так глубоко опустили, ну, правым защитником сделали из атакующего футболиста? Ну, он в сезоне во второй части Каррера ему эту роль отводил. Он его так видит, я не знаю, по строению. Хотя мы все помним, он в Кубани играл, да, он там играл в нападении, он в Спартаке два сезона в нападении отыграл. А так его Каррера периодически использует, Олег. Я не знаю, почему, но, видимо, он так он его видит, и игрок там смотрится, он, собственно, закрывает всю бровку. У него хватает на этой физике. Ну, мы посмотрим, посмотрим, следующий тур с «Зенитом», Спартак играет, посмотрим, насколько Мельгарех готов выдерживать атаки более классных футболистов, да, как защитник, чем все-таки футболисты, ну, ниже, скажем так, класса. Ну, да, «Зенитом» это будет действительно тот оселок, который позволит понять, что из себя представляет Спартак. Матч будет от ножа, тут мы можем потерпеть поражение, да, «Зенит» впечатляет. И, кстати, скажу по поводу ответного матча «Зенита» в Еврокубках. Вот первый-то матч на выезде он сыграл неудачно, поэтому неизвестно, как у него сложится. Опять на выезде. В Мельге. Да. Спасибо, спасибо. Если что, давай, подключаемся. Добавлю, да, там я с болельщиками общался, кто был на стадионе. Они наблюдали за Максименко, когда счет стал 2-0, Максименко стал, видно, осмелел и начал выходить чуть не к центру поля. И «Динамовцы» как бы не наказали «Динамовцы» за это, вратаря, за эту смелость. И вот Рыков молодец, присмотрелся, что парнишка выходит и решил наказать его. А теперь такой вопрос, Иван. Я не знаю, хватит ли нам передачи перечислять всех вратарей «Спартака», которые запускали подобного рода мячи. Начиная с Филимонова, Джанаева, Реброва и пошло, 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 пошло. Ничего страшного. Во-первых, это гол не привело к поражению. Потом было немножко боязнь, но ничего страшного. Во-вторых, ну, молодой, если бы мы проиграли, то, может быть, или какой-нибудь Еврокубок из него вылетели, да. А это, ну, обыкновенная игра, пропустил, совсем бывает. Я думаю, что, да, это наоборот как раз хороший опыт. То, что вот Кирилл говорит по поводу того, что нужно Реброву было ставить. Опять же, у нас только начало сезона, у нас осталась и Лига Европы, у нас есть еще тот же самый Кубок. И поэтому вратарям, я думаю, найдется игровое время. Здесь, понимаешь, вратарей все-таки не как в хоккее здесь. Вот я хочу тебя спросить по поводу, ведь Акинфеев стоит бессменно на протяжении вот уже там 15 лет. Вот это и хорошо, что он стоит на протяжении. Ну, понятно, да. Вот это и хорошо, что он стоит. Поэтому смена, частая смена вратарей, я считаю, что это не у есть хорошо. В том числе и для Спартака. Действительно, молодой вратарь. Благо, что он молодой. Не как Филимонов, который пропустил в матче, да, и, грубо говоря, завершил карьеру этим своим неотбитым мячом. Здесь у него еще остается какая-то, может быть, психологически у него еще более устойчив. И парень найдет в себе силы собраться и играть нормально. А вам не кажется, что мы сами немножко подогреваем эту историю с вратарем Максименко? Конечно. Что на самом деле, ребят, ну, любой вратарь, даже начиная со спортивной школы, пропускает такие порой мячи. Помнил Акинфеев, когда он там в 16 лет, да, встал там с крыльями. Потом-то были, или просто сейчас это уже... Но Газаев-то ставил его, понимаешь? Правильно, правильно, правильно. И парень, у него психика хорошая, он отрепил. Нет, друзья, мы о чем мы забываем. Вспомните матч с Кореей на чемпионате, в прошлом чемпионате. Он же у нас на передаче, вспомни, как... Когда Акинфеев сам себе забил. И что? И что? Сломался Акинфеев? И возьмем матч чемпионата мира, который на стране прошелся. Нет, я поэтому говорю, что он молодой, я думаю, что без вопросов парень справится и будет. Дело в том, что когда за ним стоят несколько вратарей... Ну, да, да, вот это, конечно... Вот это для вратарей, это хуже, чем для игроков. Женя Правда. Вратарь начинает немножко мандражировать, а все еще меня не поставят. Правда, правда. Потому что за Акинфеевым никого нет. Никогда и не было. Никогда и не было. Вспомни, Габулов с Шуниным, когда их меняли. И они нервничали и пропускали такие голы. И Шунин потом признался, что это некомфортно, когда с тобой сидит человек, который может быть равноценный, выйдет и поменяет тебя. И ты за каждую ошибку дрожишь, у тебя коленки начинают... Где сейчас Чукчугов играет? Я уже даже не знаю. Вот и никто не знает, где сейчас играет. А ведь он был вторым после Акинфеева. Мне кажется, Носорова. Слушайте, но... Вы видели его на просмотре. Следующий Ребров. Но Ребров уже, извините, ему 30 уже с лишним лет. Он прекрасно понимает, что он уже не будет постоянно основным. Нет, здесь основной, в другом деле. Он ему 30 лет. Он, допустим, не допустил бы такую ошибку. Сейчас вы будете играть в Европе. Вам нужно, чтобы было надежность. А Рыжиков, которому 36... Нет, я сейчас тебе это говорю, что... Нет, подожди, понятно, но там нет альтернативы. Все-таки я не скажу, что Ребров супер-вратарь. Он сколько ляпов тоже наделал, но не было ему замены. Сейчас у нас есть... Нет, подожди, а Песяков? Ну, какой Песяков? Ну, вот что, где он сейчас играет? Подожди, где он сейчас играет, Песяков? Вспомнишь? Где ты играет? Хорошо, в прошлом году какой вратарь пришел в Спартак? Из Амкара. Вот сейчас у него травма как раз. Лусков? Нет. Он же Ребров и поменял. Он же Ребров и поменял. То есть был-то другой вратарь, стоял. Господи, дай бог. Кирилл, если видишь... Позвони, да, на фото. Напомни нам вратаря, потому что он же пришел с Амкаром в месяцем году, и он сразу заменил Ребров и стоял. Получил травму, сейчас стоит Аксимент. А я буду стать воспитанным в Динамо. Он там ценный плеятник какой. Не, я к тому, что сейчас выходить на Европу, да, все-таки вратарь... Должен быть наигран. Да, должен быть наигран. Ну, можно... А здесь получается, что опять смена, 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 а молодой чувствует, что более опытный стоит за его спиной. Это немножко тяжело, чисто психологически. Ну что ж, давайте мы поговорили о Максиме, поговорили о Спартаке и о вратарях, которые защищают или защищали, да, ворота своей команды. Давайте поговорим об игре. Матч, я не скажу, что получился открытым, каким-то суперскоростным, атака на атаку. То есть, вот складывалось впечатление, что Хохлов немножко больше придавал значение тактическим вариантам, чем, ребята, взяли мяч и Шунина оставьте во вратарской, а сами все вперед. Не, ну он же сказал Хохлов в интервью, что... Какой шикарный, причем интервью дал Хохлов. Да, шикарный, он сказал, что вот именно начало игры поломало всю схему, получается. То есть, задумывали одно, наигрывали одно, и тут Брук первый гол, потом буквально проходит второй гол. И он говорит, с 0-2, он говорит, я в раздевалке сказал, что мы отыгрывали с 0-2, но будет тяжело отыгрываться. Выходите и бейтесь. Вот они вышли, бились, но действительно не хватило. Действительно, я тоже не узнал, кстати, вот даже предыдущие матчи все смотрел. То есть, команда была немножко, я не пойму. Либо действительно выбило вот это неудачное начало из Крии, команду, либо... Ну и второе, Олег, усиление, конечно. Спартака хорошая скамейка. Там выходили, выйдут даже, поменяют нормально, там будет все. А у Динамо практически кто, вот в центр, да, начали ляпать, запускать центральные полузащитники. Кого? У нас сидел один Соснин, который, ну тоже, не скажи, что звезда какая, он выйдет там поменять. В нападении тоже, там сидел Маркова выпустили, и сидел молодой Лацевич, мальчишка, 18 лет из дубля. Тут не побегаешь, целый матч. Тут, понимаешь, особо Хохлову-то развернуться не было. Получает травму Козлов, он выпускает центрального защитника, Хольмина. Ну, Хольмин молодец, я отдать должен, хорошо сыграл. А вышел Морозов в конце, он вот третий гол пошел от него, в принципе, незащитанный. Ошибка Морозова в центре. То есть, извини, Динамо атакует, давай вперед. Он начинает что-то там выдумывать, отнимают мяч, и вот Спартак делает атаку. То есть, эти сплошные, вот когда Морозов выходит на замену, постоянно совершают ошибки. Ну, парень тоже, ну, надо взрослеть, хоть он из дубля вышел, но сколько матчу же за основу провел. Да, согласен. Есть что добавить по матчу, по настроению. Справился ли Каррера? Да, первый там момент оказалось, что Каррера теряет управление командой. Вот эти вот междоусобные войны между Глушаковым, Камбаровым, Ещенко. Да, помните, мы говорили, вот это вот наша тройка-четверка, ни один из них не попал в сборную России. Сейчас налаживаются отношения? Не знаю, я от тебя, кстати говоря, первый раз про это услышал, что у них какая-то междоусобица была. Надо чаще смотреть передачу с играми мяча. Нет, мне кажется, ничего страшного, что не попал, но не попал. Я читал интервью Глушакова, кстати говоря, ему Черчесов дал задание, он его сделал, приехал, посмотрели, не выполнил, ну и что? Ну не попал. А вот скажи мне, как болельщики реагируют на такую нерезультативную игру Спартака? Мы привыкли, Спартак всегда играет на атаку, да? И тем более атака-то шикарная у Спартака. За пять матчей пять мячей забил Спартака. А, кто забивает, Менгареха защитник, получается, защитник забил. Ну, промес, пенальти. Пенальти считаем, ладно. Ну а так вот с игры, допустим, забивают не нападающие в основном, а счет-то какой. Не, ну за Луиш забил. Вроде атакующая команда, понимаешь, всегда считали, Спартак атакующая. Я и говорю, пять мячей забил Спартак за пять туров чемпионата. Ну, друзья мои, это начало сезона. Динамо шесть забили. Ну и что? И что? Не, смысл? Это опять же, это начало сезона. Я считаю, что чемпионат всегда выигрывает та команда, которая ровно все проходит. Не обязательно выигрывать 10-0, 5-0. Да, конечно, хочется зрелищной игры. Нет, я тебе не тот вопрос знал. Болельщики относятся к такой игре, понимаешь? Они довольны, что Спартак... Я говорю, я вот вначале сказал своему... Тренер, я знаю, он сказал, я доволен, пускай будет 10 раз по 1-0, чем 1 раз... Вы шумят-то. Нет, но я... Как болельщики, нет. Как болельщики, нет. Я сразу сказал, что вот мне очень нравится в нападении, что у нас идет, постоянно играют через промесы, но у него не получается, так как все под него заточены. Конечно, хочется и побольше фланговых атак. Но, опять же, фланговых у нас кто бегал всегда? Камбаров и Ещенко, но вот эти забросы, они уже, честно, в никуда. Согласен, согласен. Мы-то ждали. Ну что ж, действительно, матч можно этот обсуждать достаточно долго, но понимая то, что мне кажется, действительно, матч был ничейным, и Дидамо должно было бы приобрести в этом матче очки. Ну, как говорится, счет на табло. Переходим к следующему матчу. Рубин-ЦСК. Смотреть Рубин с некоторых пор было совсем-совсем неинтересно, по крайней мере, любителям футбола, которые размашисто, широко. Жень, что-нибудь поменялось в Рубине за последние 10 лет? Мы все помним, восьмой-девятый год, когда Рубин становился чемпионами, когда обыгрывали Барселону, это автобусы, и только Бердыеву не хватало в воротах. Ну, здесь тоже самое схема происходит сейчас с Рубином. Мне кажется, то же самое. Они выходят вперед. Нет, нет. Рубин другой. Посмотри, нет, не другой. Мне кажется, не последний Бердыевский Рубин, который был, который действительно играл, скажем так, даже может быть, от ножа играл он. И сейчас он более играет в автобус. Видно действительно результат за команду, которая давляет над тренером. Это превыше всего. Поэтому видно было, как забивая мяч, сразу становился один шаг в защите. Ну, сложно было играть с такими. Но они... Нет, Женя, но они же в принципе играют по схеме... 5-3, вот получается, 5-3, 5-3, 2-2. Раньше они играли поинтереснее, в том плане, когда в последние годы Бердыева, да, все-таки Зенит смотрелся, вот как мы помним, как Ростов играл. Как Ростов играл. Рубин. Как в Ростов играл. Ростов тоже Бердыевский играл, тоже замечательно и хорошо. Сейчас приходит это и начинает вот этот тот же самый автобус, но с остановлением игры, чтобы от контратаки... У них все-таки, опять же, мы говорим про ранний Рубин у них, какой был состав тогда и какой сейчас, конечно, все-таки отчасти Бердыев исходит из того, тоже опять же, то, что есть. Да, да, согласен, конечно. Даже в Ростове тоже было. Из состава, конечно. Да, Сергей, ты хотел добавить по поводу того, что не согласен? Нет, я просто не согласен, что мне наоборот не нравился Рубин ранее, где даже с Барселоны играл, когда Рубин. Вот действительно был автобус, там даже помнишь эти карикатуры рисовали испанские газеты, что приехал Бердыев на автобусе в Барселону. И я не мог смотреть, не знаю, как удовольствие, кто получал от игры Рубина тогда, а вот сейчас действительно Рубин изменился. Женя правильно сказал, изменился Бердыев, изменился после Ростова. То есть Ростов стал играть в футбол, показывать какой-то футбол при наличии того материала, который был у Бердыева. И также сейчас Бердыев пришел в Рубин и из того материала, что есть, его любимчики все пришли, Азмун и все остальные, то есть они определяют игру. Игра есть, и нападение, и скажи честно, что ЦСКА не давали играть, Рубин, давали играть, у ЦСКА были моменты. Нет, были моменты, были, скажем так, и вышел Чалов, забил красивый гол, я тебе написал, почему Чалов на лавочке, где-то виновники. Нет, действительно была, скажем, программная игра, но даже ЦСКА в этом составе смотрелся мне немножко поинтереснее, чем Рубиновский. Хорошо, хорошо, давайте, раз уж затронули тему состава, да, мы говорили о том, что ЦСКА сейчас абсолютно обновился. Если вспомнить матч прошлого года, то из тех игроков, которые присутствовали на поле, было всего три человека. Три человека, да, это Марио Фернандес, Акинфеев и... Олег, у моих травм, Щеников, Набабкин травмы, да, у вас там это, там Загоев травма, то есть если так собрать, то там еще в запасе... Не, ну пять наберется, но все равно есть. То есть девять человек... Мы уже говорили на прошлой передаче, мы ожидали этого, а что ожидалось в ЦСКА? Когда-никогда надо было менять, правильно? Потому что уже критически подходил возраст для защитников, часть игроков уходила, уже все было понятно, что надо же перетусовывать, что-то менять. Конечно, идеально для Гиннера, может быть, менять было по чуть-чуть, там, да, по вкраплениям одного игрока. Вот так получилось, да, вот подошли, с чем подошли. Игорь Чаренко молодец, в принципе, он строит команду и видно, что действительно команда есть, и что я сам удивился, даже с таким составом ЦСКА показывает игру. Состав, кстати, говорят, неплохой, но усиляетесь, да, усиляетесь. Жалко, что единственное, что... Японец какой-то, или кто там приходит? Но это еще пока неизвестно. Да, еще неизвестно. Ну, все равно, с поляками договорились. Обидно, говорю, что большая часть, конечно, в аренде. Я не знаю, там как, там пресс-права. А, нет, в аренде только один. Нет. В Лашич, все. И еще кто-то. Из Эвертона. Да. Правильно? Да. В Лашич, все, остальные все, остальные все наши. Нет, по-моему, еще кого-то есть. Там несколько взяли, по-моему, даже троих взяли, что в аренду, но я не знаю, там, может быть, там и есть какой-то выкуп. Но, на самом деле, по составу в начале сезона, я думаю, что это будет, ну вот, дай бог серединке. По игре, скажи, по игре ЦСКА. По игре мне понравилось. А что тебе понравилось? Мне понравилось играть ЦСКА. Я смотрел, как всегда, на 38-й минуте засыпал. Не надо. Вот не надо. Здесь тобой я не соглашусь. Это что это ты со мной здесь не согласишься? А потому что на 38-й минуте ты заснул и пропустил гол Чалова. Великолепный мяч забил. Великолепный. А никто не спорит. Великолепный, да. Но Гончаренко, учитывая, что в прошлой игре против Арсенала забил и Чалов, и... Правильно. С тобой полностью... Да там кто забил? Кристиан Бистрович. Бистрович. Я ж не фотографировался. Конечно. И Чалов, и Бистрович в прошлой игре забили. Ни один, ни второй не вышел в основном в составе с Рубином. Это что за новость такая? А это не первая новость. А ты вспомни, игра ЦСКА Динамо, помнишь? Когда ЦСКА проигрывал 2-0. И только после этого он выпускает Гончаренко и Головина, и Чалова. И ребята практически... Я не думаю, что он хотел в малой крови пройти Рубин. Я не думаю. А в чем там вопрос? Я не знаю. Может быть, это связано из-за того, что перестроение, из-за того, что травмы, и поэтому другие футболисты стоят на позиции и не выпускаются. И потом Чалов выходит. Чалов выпускает уже, когда уже, скажем так, защита Рубина была немножко уже смотана. Нет, я считаю, что напрасно, напрасно Гончаренко отошел именно от этой схемы. Последние. Ну, от последней. Конечно, с арсеналом игра побыстрее. Но все-таки, говорю, что с автобусом все-таки... Не было никакого автобуса. Да был автобус. Не было. Да был. Ну, пересмотрите, ребят, матч. Пожалуйста. Не было. Смотри, я весь матч... Сейчас забей Азмун после 1-0. Азмун, да, красавица. Сразу было бы 2-0, и все. И мы хоронили бы ЦСКА раз и навсегда. А забей... Давай сейчас до 93-й минуте, когда мы забили, да, вратарь вытащил. И что было бы? И что было бы? 2-1, мы выиграли, и все. И поехали домой победителями. А так, начинаешь, мы говорим... В конце было два момента, да. Я думаю, что Динамо, вот если возвращаясь к Динамо и Спартаке, я думал, что во втором тайме все-таки Динамо добавит и... Добавили, а что? Нет, в том плане, что добавит и забьет два мяча, ты не дослушал. Добавит и забьет два мяча. Я думаю, что это была ничейная игра. Это судья мало добавил. Ну, не мало. Возможно. А наша игра... Там Брыков еще один. Вне всяких сомнений... А наша игра с Рубином, я думаю, что мы потеряли два очка. Все потеряли, понятно. Конечно, потеряли. Потеряли, потеряли. Потеряли. Сейчас ЦСКА плетется где? На восьмом месте. Ничего страшного. Ужас. Ужас, согласен. Но ничего страшного. С новым составом, самым молодым составом в чемпионате, где ребята играют по 20 лет, нормально. Это хорошо. Вы играете в Лиге чемпионов. Вам надо сыграться. Вот перетереться. Вот это как раз. В сентябре уже по ЦСКА. Учитывая, что с 2001 года ЦСКА только один единственный раз не был в тройке призеров. Единственный раз. То есть ты хочешь сказать, что в этом году ЦСКА не будет в тройке? Не претендует на тройку. Я думаю, что нет. Ну поборется оно. Поборется с Динамо. Я с тобой поспорю. С Динамо. Ну что ж, мы немножко затронули Локомотив. Жалко, нет болельщиков от этой команды. Мы бы, конечно, немножко больше поговорили, но в принципе Локомотив уже две игры последние победил, выиграл, набрал 6 очков и я думаю, что все у них впереди. Ну набрал, конечно, больше, я веду 6 очков в последних двух матчах. Ну что ж, давайте посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась после пяти туров и там есть очень даже интересные моменты. Итак, Зенит. 100% результат. 5 матчей, 15 очков. Спартак набрал 13, одно единственное у них ничья. Ростов и Оренбург. Я, конечно, прекрасно понимаю, что, скорее всего, ни Ростов, ни Оренбург не задержится надолго в пятерке, наверное, даже лидеров нашего чемпионата, но, как говорится, честь и хвала на старте у них великолепно это получается. Ну и дальше, естественно, те команды, которые будут бороться как минимум за места в пятерке. Это Локомотив, Краснодар, ну и, скорее всего, ЦСКА. Рубин, мне кажется, навряд ли вмешается в эту борьбу. Ну, а мы сейчас смотрим вторую часть «Динамо». Мы так же очков, как у вас. Да, так же очков набрали, как и болельщики ЦСКА, чему очень рады. Вот. Арсенал, Урал, Енисей, Ахмат, Уфа, Крылья Советов. Да, я уже устал перечислять, а у них все, у всех по 4 очка. И Анжи, у команды сейчас финансовые проблемы, и, наверное, не мудрено, что они находятся на последнем месте, и ходят слухи, что, может быть, они, да, и снимутся с чемпионата. Сообщение прислал Кирилл Селихов. Селихов, конечно. Конечно, Селихов. Как мы могли забыть этого прекрасного вратаря. Как говорится, здоровья ему, еще раз здоровья. Итак, друзья мои, Ростов-Оренбург. Это что за новости такие? Ну, новость какая? Во-первых, Карпин амбициозный тренер, это раз. Во-вторых, Ростову-то, мальчик, кто смотрел, ростовский, то ему тоже везет иногда в матче. То есть, то пенальти, то еще что-то там, то удаление какое-то. Они набирают, вот как Ваня сказал. ЦСКА обыграли тот же сильнейший клуб. То есть, пока Ростову везет, можно так сказать. И не сказать, что у них такая там супер какая-то игра, но клуб пока вот не знаю, как он будет с грандами. Кроме ЦСКА он играл с кем-то из этих, из верхней таблицы? Нет, еще ни с кем не играл. Пока не играл. Ну, вот я думаю, что посмотрим. Я хочу посмотреть, как он будет действительно играть с командами более сильными. Оренбург, Оренбург, ну, как мы раньше говорили, выскочка, да. Но там тоже молодой тренер, неизвестный совершенно. Да, абсолютно. Не знаю, но мы видим, что команда... Какой эмоциональный. Тренер-то, помните, да? Показывали матч с Краснодаром, что он там на тренерской... Вот как раз Динамо едет в Оренбург играть в следующем туре. Посмотрим. В Оренбург? Да, в Оренбург. Вы в Оренбурге играете? Играем в Оренбурге, да. Да, действительно, у меня же все ходы записаны. Ну, вы играете дома с Оренбургом? Нет, на выезде. Почему? Поменялись, что ли? Нет, не знаю почему. У меня записано на выезде. И болельщики все едут, билеты берут. Странно, но у меня вот записано Динамо, Оренбург. Да, да, Динамо, Оренбург. Ну, да, я уж думал, у меня не все ходы записаны. Ну, а с Ростом, слушайте, вот я смотрел по Матч ТВ про Карпина как про тренера, и не было ни одного плохого вот звоним, они говорят, все говорят, что он вот с каждым годом все растет, 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 и в принципе в Спартаке-то по-хорошему так оно и было. Он уже добрался до серебра, чуть-чуть не хватило до золота, и вот здесь. Я даже знаю, почему чуть-чуть не хватило. Ну, а здесь мы видим, опять же, он сейчас танцует от своего состава, и у него, в принципе, получается неплохо. Нет, ну давайте не будем забывать, что у Ростов последние три года, вообще команда поднялась в своем уровне. Но при этом никого не осталось, уже большей части там не осталось. И с той командой. Да, и с той командой. И вот, конечно. Но при этом, смотрите, все равно у него получается с тем, что есть, и все-таки можем говорить о таланте его как тренера. Ну, не будем говорить, пока не перепрыгнем. Про Карпина два слова. Последний матч Валенсии проигралась с Щерышевым, кстати, но он вышел на замену. Но уже испанские газеты написали, а тут играет русский игрок, а не пора ли Валенсию пригласить Карпина? Ну, они знают там Карпина. Карпина как тренера, как игрока. Ну, да, да, ну понятно, да. Поэтому там уже его фамилии фигурируют в прессе. А может быть, Майкоп обратно? Валерий Кайп, ну где у кого? А, или кого он? Он же Майкоп, а для Арзамаска родился. Торпеда Арзамас. Торпеда Арзамас. Да. Ну, правильно, я сейчас перепутал. Не Майкоп, а Арзамас. Ну, ничего страшного. Посмотрим. Ростов-то, конечно, в последние годы показывает хорошую игру. Видно, что команду любят. Любят болельщики этого города. У них теперь новый стадион. И болельщик пошел, кстати говоря, на стадион. Все новые стадионы практически. И вспомните, посмотрите, Оренбург, команда только вышла в премьер-лигу, а сейчас уже, говорит, чуть ли не за неделю спрашивает, нет ли лишнего билетика. Это говорит о том, что... Ну, там небольшой стадион, да. Конечно, это говорит о том, что если команда играет, то болельщики, конечно, ее любят, поддерживают и целуют. Давайте переходим к матчам Чемпионата России, шестой тур, и посмотрим, какие матчи нас ждут ближайшие выходные. Тот же Ростов у себя дома сыграет с автобусом Рубина. Своего бывшего тренера. Да, своего бывшего тренера. Крылья советов Анджи. Команды, наверное, будут решать. Они рядышком находятся на пятнадцатом и шестнадцатом местах. И посмотрим, как они будут делить, что называется, последнее место. ЦСКА-Урал, мне кажется, будет очень интересный матч, потому что ЦСКА, если будет упускать победы над командами, скажем так, ниже класса, а это вне всякого сомнения, то дальше далеко не увидят. Краснодар-Локомотив, мне кажется, будет шикарный матч. Почему? Потому что Краснодар абсолютно скоростная команда, и Локомотив тоже в этом плане интересный будет матч. Енисей-Арсенал, ну тут, как говорится, посмотрим. Динамо-Аренбург, не будем забывать, Динамо играет дома. Для любой команды, как говорится, не подарок, Аренбург в четверке лидеров. Ну и, естественно, центральный матч ТУРа, Зенит-Спартак и Ахмат-Уфа. Да, что ты хотел добавить, Сергей? Я про то, что будет против своей бывшей команды играть. Да, Смолов, первый матч против своей бывшей команды. Интересная будет реакция. Он там уже написал в Твиттере, что я не знаю, какая реакция будет болельщик, как меня встретят там в Краснодаре. Я думаю, будет все нормально, кстати. Кстати, по болельщикам я хочу отметить, что перед матчем Спартак-Динамо, один из наших великих писателей, такой Робинер есть, он написал, что ждет от болельщиков Динамо адекватной реакции. То есть, ну немножко так это в таком тоне написал, что болельщики даже обиделись на него. В принципе, ну, он просто не знает болельщиков Динамо. Ну, видимо, да. То есть, нормально все было встречено, минуты молчания, не все молчали. Уже до этого даже Динамо писали, ребята, давайте там почтим память великого. Потому что это история, понимаешь? Нет, ну, конечно, там напрасно подлил вот это. Не надо было, я тоже с тобой согласен. Не надо, согласен. Нельзя подливать в это. Ну, бывает. Люди адекватные. У него, видно, осадочек какой-то на болельщиков. Иван, Зенит-Спартак, последние три матча, которые Спартак встречался с Зенитом в Санкт-Петербурге, были крупные счета. Что будет на этот раз? Было 4-1, 4-2, 5-2 и так далее. Ну, Спартак, мне кажется, даже выиграл в Питере, да, каким крупным счетом? Я не помню такой истории. Если только в 1908 году. Нет, 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 нет. В 1908 году и столько. Последние три матча, я говорю, Зенит победил 5-2, 4-1, 4-2. Надеюсь, на 2-1. Надеюсь. В пользу Спартака, конечно. Не Зенита же вы тоже. Так, Жень, ЦСКА Урал, ты едешь на матч, ты меня приглашаешь? Если хочешь, поехали, конечно. Ты всегда, ты ж знаешь, я всегда не сопротив тебя брать с собой. Только ты редко ездишь на мои приглашения. Ну, потому что Казань далеко, Рубин играет автобусы. Согласен, согласен. Ну, а то, что по матчу с Уралом, ты все же сказал. Если не обыгрывать Урал, то претендовать на... А там Биг Фалфи. Да, Биг Фалфи. Ну, что ж, друзья мои, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Следующий вторник мы встречаемся и обсуждаем, какие команды будут играть в Лиге Чемпионов с ЦСКА и Зенитом. О, господи, с Зенитом. Ну, с Локомотивом и ЦСКА. Какие команды будут играть в Лиге Европы? Надеюсь, с Зенитом, Уфой и Спартаком уже точно. Ну, и, естественно, шестой тур Чемпионата России. С Зенит-Спартак, Динамо-Оренбург, ЦСКА-Урал. Все это будем обсуждать в следующий вторник, 2020, на телеканале Видное ТВ. Ну, а теперь спасибо. Болеем за своих. Пока. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»